Привет, друзья! Вы, наверное, в ролике смотрели про комара-беспилотника. И вы, наверное, которые смотрели, поскольку я предлагаю всем смотреть все мои ролики, потому что иногда бывают такие интересные вещи. И комар-беспилотник, вы понимаете, о чём речь. Это когда я могу говорить таким языком, который вообще никому не понятен, кроме вас. Потому что я там могу выражать свои личные мнения по некоторым очень важным вопросам, которые вокруг нас. Но при этом, ну что с комара возьмёшь, беспилотника? Да. Именно поэтому, чтобы наш канал функционировал, и никто его не... Вот так вот. Потому что если я начну говорить такое, вот так вот, вот так вот, уже многим каналы повырубили, а я не хочу, чтобы наша школа вырубилась. Поэтому вы это понимаете. И вот этого тоже не хочу. Я говорю своё мнение. И вот это тоже не хочу, потому что я понимаю, почему все страны, почему мужики сломались первыми. Про женщин я не говорю, потому что женщин с детства приучают к старательности, к послушанию, к аккуратности. А мужчины почему сломались? Почему своей головой не думают? А вот оно в чём дело. Ну, есть, конечно, страны, где дисциплина, порядок, высшие свободы. Ну, есть такие страны. Ну, есть такие страны, которые всё время воспитывались на телевизоре, и поэтому всему верят, что говорят. Есть такие страны, которые отдали свои права своим лойерам, так называемым, юристам, которые за них решаются вопросы, а они сами ничего не могут решать, потому что они по всем вопросам обращаются к своим адвокатам и так далее. Ну, по разным причинам это всё произошло. Но самое главное, почему мужчины? Я буду говорить сейчас только о мужчинах, потому что я мужчина. Вот я скажу, почему мужчины первые сдались, послушались и сразу стали делать то, что им говорят, совершенно не задумываясь. Нужно, не нужно, а может быть, последствия будут какие-то, потому что они свободны. Да, не свободны. Вот почему. А почему не свободны? Сейчас скажу. Я, например, родился свободным. Мой дедушка большой труженик, очень большой труженик, у него даже орден Красного Трудового Знамени был. Был рабочим, работал на нефтеперегонном заводе, но детей нас... Он всегда бабушке говорил, дай детям играть в детстве. Я любил мечтать. Я был свободным. Да, потому что я даже в одной книжке своей первой, по-моему, написал ещё много, в 90-м году, что поэтому я люблю дедушку за то, что он дал нам любовь и свободу, и бабушку, что научила нас труду. Потому что в тот самый момент, когда я замечтаюсь, бабушка говорила, дети, идите курам травы нарвать, или корову вывезти. Ну, когда я у дедушки приезжал летом, у него жил в доме. Ну, вот так вот. Я помню вот этот шок, который у меня происходил, потому что ведро такое большое, трава такая маленькая, солнце жаркое, палит, и надо вот курам набрать это целое ведро. Я вот тогда ещё маленький, и я себе задумывал, вот буду я взрослый, стану большой. Вот нельзя там детям делать. Вот так. Почему? Ну, поскольку я родился свободным, и дедушка меня, я был первенец, да, предварительного возраста, всю ночь не спал, бедный, от меня мох отгонял, газеткой помахивая, чтобы внук, любимый, спал хорошо, и говорил бабушкам, дай детям играть в детстве, меня не поломали и позволили мне быть таким, как я хочу до определённого возраста. И поэтому я свободный и став уже взрослым. И всегда делал то, что я хочу. Правда, нагрелся без шишек столько, так много, что дошёл до инвалидности. Но вопрос-то заключается в том, что люди, которые более прилежные, и более старательные, и послушательные, если можно так сказать, которые, ну, воспитываются в понимании быть послушным, быть смиренным. Потом есть ещё такое понятие, как же это называется, не просто послушание, а, ну, короче, вспомним, да. Вопрос заключается в том, что нельзя от детей в детстве нарушать их естественное развитие, совершать насилие над ними. Надо детям до определённого возраста давать быть детьми, давать свободу. И тогда они вырастают и становятся мыслящими. Мыслящими, а не подражательными. Не рабами ситуации. Вот я наблюдаю, в каких семьях, например, детей так любят и пестуют, и люлеют, и дают им в детстве свободу, что из них вырастает. Ну, я знаю семьи русские, я знаю семьи аварские, я знаю семьи еврейские, армянские, разные семьи, знаю. Вот евреи молодцы, они вот в детстве меньше детей ругают за плохое, больше хвалят за хорошее. Дети более свободно растут. Не потому ли они потом и с амбициями такими. Но тоже меру надо знать, потому что, меру надо знать, потому что меня пригласил мой товарищ в гости и говорит, проконсультируй, пожалуйста, моего друга. У него внук, говорит, такой, говорит, непонятный, то ли больной, то ли разбалованный. И вдруг в этот момент влетает пацан такой, пострел, раз, и прямо на стол вскочил и стал там что-то там выплясывать. И дед его сидит, который хотел, чтобы я ему совет дал, смотрит на него с таким любованием. Внучок у него, а тот хамит, просто хамит, хамит, прямо на столе гуляет вовсю. И мне говорит, ну ты как думаешь, он больной или... Ну ты ясно сделал, разбалованный. То есть меру надо знать. Вот евреи, я сказал, у них свободные более-менее растут люди. Поэтому, ну мы говорим, мне даже как-то сказали, ты что еврей? Я говорю, нет, а что лицо такое умное? Ну это шутка, вы же знаете, я юморист. Я работал в Армении пять лет, и армяне так же. Очень своих детей в детстве пестуют. Да-да-да, пестуют, очень любят, дают им свободу до предварного возраста. Вот понимаете в чем дело? Насилие, насилие над ребенком, когда он растет, это никогда нехорошо есть. Не стоит его дисциплинировать, школить, приучать там к порядку и так далее, пока он еще маленький. Ну пусть побудет ребенком, пусть растет, не надо его ломать. А очень много людей обломанных. Очень много людей обломанных. Вот мой дедушка варится, мама полу-кумочка-полуаварка, но я вырос вот именно таким любимым ребенком. Поэтому я любил свободу и придумал метод саморегуляции и ключ, чтобы человек тоже мог раскрепощаться, выходить на свое состояние свободного сознания, внутренней свободы. Потому что я свободный, и поэтому я это придумал. Понимаете? Свободные люди, они всегда что-нибудь придумают. А зажатые люди, которых в детстве сломали, они подражательные. Они там будут даже и отличниками, они будут хорошо учиться, иметь красные дипломы, становятся профессорами, академиками, но они ничего не создали. А вот среди этих академиков есть свободные, которые что-то создали. У меня был друг такой, Константин Васильевич Фролов, директор института машиноведения, в котором я тоже свое время работал, с профессором Петуховым, в лаборатории биомеханики, и дружу до сих пор, и дружу с Полиловым, моим другом, Сашей Полиловым, с профессором, который, будучи технарем большим, известным, он стихи пишет, и он тоже свободный. Так вот, в чем дело. Друзья, я уже сказал то, что я думаю, и против этого, и против этого, он против этого всего, и никто ничего не понял, кому не надо. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok